Сегодня мы проведем урок, в общем-то я покажу как я провожу омоложение стриптокарпуса. Вот для примера я взял два разных кустика и прямо сейчас я это и сделаю. Омоложение и с пересадкой. Это сорт белое золото. Он у нас пышно цвел и настало время его пересадить. Последний раз он пересаживался в январе. Да, в январе этого года. Прошло январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Почти полгода. Вынимаем из горшка. Если он не вынимается, значит обжимаем горшок. Вот так вот пластмассовую. И обычно я беру за старые цветоносы и просто вынимаю. Вот наш куст. Прекрасная корневая. С чего мы начинаем? Мы начинаем с удаления всех цветоносов. Их можно обрезать ножницами, можно ножом, ну а можно и отламывать. Лучше всего, конечно, это делать с помощью ножниц. Если вы будете выдирать, то может быть выдрано очень глубоко. И рамка будет глубокая. Желательно удалить все цветоносы. Когда мы цветоносы все удалили, нам уже лучше видно, что внутри. Итак, наша задача найти самую крупную розетку, самую правильно развитую, у которой листья последовательно растут. Все остальное удалить. Вот у нас здесь, вот розетка. Одна мощная, хорошая розетка. С этой стороны, если мы посмотрим, то тут лес таких вот маленьких розеток. И в принципе они нам не имеют никакой для нас ценности. Значит, освобождаем потихонечку. Удаляем все лишнее. Сейчас я этот цветонос удалю. И вот мы видим розетку. Вот розетка. Я ее слегка вот так вот освобожу. И что мы сейчас делаем? Поскольку розетка растет вот в эту сторону, в эту сторону, вот к вам вперед, то, естественно, с обратной стороны корни и пенек имеют самый большой возраст. Естественно, желательно это все вообще отрезать и удалить. Сейчас я это и проведу. Я удалю еще вот этот самый старый лист. Вот вы видите, он начал стареть. На нем признаки. И вот так вот я обрезаю весь старый пенек. Так я его отрезал. И затем можно просто вот так вот отодрать. Вот у нас молодая розетка. Вот этот лист я тоже удалю. И вот мы видим хорошая, крепкая розетка, которую мы оставим. Все остальное вот это я выкину. Конечно, молодые листья вот эти можно посадить и получить с них деток. А вот это все, все старые листья нужно выкинуть, потому что они деток не дадут. В них очень мало гормонов роста. И они ценности никакой не представляют. Теперь вот эту розетку мы можем пересадить. Мы можем ее пересадить в тот же горшок, который у нас был. А можем пересадить чуть в больше. Ну, я бы пересадил чуть в больше, потому что сейчас еще только начало лета, месяц в нем, и растение будет мощно расти. Вот такой, в принципе, горшок вполне годится. Вот так вот. И обратите внимание, поскольку розетка у стрептокайпуса растет вбок, то мы вот здесь убрали субстрат, и мы ее... Росла у нас вот так, а мы ее слегка вот так вот развернем. И сместим чуть-чуть вот в эту сторону, чтобы в том месте, с той стороны, куда растет розетка, субстрата было больше. Субстрат заранее увлажняется, и мы проводим посадку уже во влажный субстрат. Слегка уплотняем, потому что если совсем не уплотнить, то при поливе субстрат будет оплотняться, и у вас будут просто дырки в горшке, куда будет просто сливаться вода. Вот, в принципе, и все. Значит, следим за тем, чтобы точка роста была вровень с уровнем субстрата. Не выше и не ниже. Если она будет ниже, то корешки, растущие с молодой розетки, будут на воздухе, и они будут намного хуже развиваться. Если же розетку заглубить глубже, то точка роста будет при поливе соприкасаться с раствором, и она будет обжигаться. Ну, вот, в принципе, все. Думаю, что этот кустик я покажу через два месяца, и вы увидите результат проделанной сегодня работы. Сегодня, напоминаю, сегодня какое число? Двенадцатый, что ли? Или тринадцатый? Двенадцатый, точно двенадцатый. Двенадцатый июня. Ну, все. А, следующий кустик. Этот мы пока отставим. И следующий кустик. Это у нас старый сорт, который я очень люблю. Это один из первых наших сортов. Компактный сорт. Вот, видите, он посажен в семерку, и тут у него выросла уже и борода корней. Это алые паруса. Красивый сорт. Очень красивый, компактный. Цветы некрупные. Но я считаю, что прекрасный сорт. Итак, вынимаем из горшка. Последний раз он пересаживался. Также двадцатого января. Вот мы видим, хорошая у него корневая. И проделаем ту же самую работу, что мы проделывали и с предыдущим кустом. Освобождаем. Находим крепкую розетку. В данном случае, вот, я направил на вас крепкую, хорошую розетку. С обратной стороны тоже есть розетки, но они намного мельче, уже развитые. Поэтому мы вот эту розетку оставим, а все остальное удалим. Начинаем же, опять же, с освобождения места. Вот так вот мы тут все удаляем. Удаляем старые листья, удаляем цветоносы. Освобождаем место для того, чтобы сделать надрез и выкинуть старую часть корней и субстрата. Вот мы освободили. Вот старый листья я его удалю. Цветоносы я тоже удалю. Я вот цветоносы выдираю, но желательно их не выдирать, а все-таки срезать ножницами. Я объясню, почему. Я вот сейчас вот так вот покажу. И вы здесь можете увидеть, вот, при выдирании место может быть очень глубокая рамка. Сюда может попасть какая-то патогенная микрофлора, и она отсюда может начать загнивание. Поэтому желательно срезать ножницами цветоносы. И проводим ту же самую операцию. Отрезаем пенек старый. Вот так вот я делаю надрез. И вот так вот я отдираю. Все. Вот эту часть всю выкидываем. Вот у нас молодая розетка. Мы можем удалить этот лист. Да, я его удалю. В принципе, вот этот листик можно слегка подрезать. Для чего? Уменьшить площадь испарения. Мы корневую немножко повредили. Поэтому желательно уменьшить и площадь испарения листьев. Вот у нас хорошая розеточка. Видите, да? Мы, опять же, поскольку розетка растет в сторону, мы со стороны этой розетки снимаем немного вот так вот субстрата. Это все щадящее омоложение. О ней я более подробно писал в книге. И это можно посмотреть еще раз и там. И посмотрим, в какой горшок мы будем проводить посадку. Он у нас роз в семерочке. Но думаю, что в девяточке ему будет нормально. Сейчас лето, опять же, нужно сделать поправку на время года. Если это весна и начало лета, то горшок можно брать чуть-чуть больше. Если же это конец лета, осень, то горшок больше брать ни в коем случае нежелательно. Потому что растения осенью и зимой все-таки замедляют рост свой, а стрептокарпусы замедляют значительно. Мы проводим точно так же посадку. Еще раз хочу обратить внимание, что мы слегка вот так вот разворачиваем ее. И со стороны этой розетки места оставляем для субстрата. Для свежего субстрата больше. Опять же, слегка уплотняем. И вот у нас он готов. И смотрим опять по уровню. Если мы сильно заглубились, значит, можно чуть-чуть его подтянуть. Если недостаточно, значит, подсыпаем. Розетка должна быть вровень. Шейка розетки должна быть вровень субстратом. Еще раз хочу на это обратить внимание. И вот, если ты готова. Думаю, что через два месяца результат я покажу. Ну, пока все. Редактор субстратитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова